По поводу новости от 18 октября о том, что в Верховном Совете бандерскими депутатами был инициирован законопроект, который предусматривает в статье Уголовного и Административного кодексов, это статьи о жестоком обращении с животными, внести примечание, что действие указанных статей не будет распространяться на сотрудников специальных учреждений, занимающихся отловом бродячих животных по долгу службы. Это очень странная идея, потому что если мы откроем, к примеру, положение об организации отлова животных, утвержденного 13-м решением Бандерского горсовета, то тут сказано, что запрещается умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курароподобных препаратов, аммиака и его растворов, а также умерщвление животных в присутствии несовершеннолетних. Далее говорится, что запрещается жестоко обращаться с животными при их отлове и содержании. Теперь читаем положение об отлове, утвержденное Тираспольским городским советом в 2006 году. Пункт 9. Специалисты по отлову животных обязаны соблюдать принципы гуманности при отлове и транспортировке животных, производить отлов бродячих собакошек при помощи обездвиживающих препаратов, сетей, сачков, ловушек, а также других средств и приспособлений, не причиняющих животных страданий. Пункт 16. Для эвтаназии могут быть использованы различные химические и фармакологические средства, не вызывающие беспокойство животных. Председатель Бендельского горсовета Юрий Карл подчеркнул, это из новостей, что цель законопроекта состоит не в том, чтобы дать право истязать животных, однако сегодня некоторые действия сотрудников специализированных служб, в том числе использование препаратов, содержащих отравляющие вещества, может рассматриваться как правонарушение. А развитие действия не рассматриваются как нарушение решений, соответственно, 30-го решения за 2006 год Тираспольского горсовета и 13-го решения за прошлый год Бендельского горсовета, где тоже предусмотрено, во-первых, гуманное обращение во время отлова и транспортировки и гуманное же умерщвление препаратами, не вызывающих беспокойство животных. Непонятно, зачем понадобилось выводить работников службы по отлову из-под административной или уголовной ответственности за жестокость. Если и по положениям, по крайней мере, Тирасполя и Бендер, они не должны проявлять жестокие меры во время отлова, транспортировки или умерщвления ни химическими, ни физическими методами. То есть создается впечатление, что те нарушения, которые сейчас происходят в Тирасполе, грубое нарушение положения по отлову, утвержденного Тираспольским горсоветом, решили оправдать, по крайней мере, с точки зрения административного и уголовного кодекса. И далее в Бендерах готовится правовая почва для нарушения положения об отлове, утвержденного Бендерским горсоветом. То есть очень странная и мне непонятная инициатива. Редактор субтитров А.Семкин